привет друзья сегодня хочу сделать обзор одного небольшого блокнотика блокнотик этот достаточно старый скажем так рисовать его начал еще в те времена когда и не думал о скетчбуках никаких просто рисовал поэтому здесь есть рисунки весьма хаотической хронологии скажу так как совсем позднее так и достаточно давние вот 2015 год первое мое знакомство с линерами лежишь на диванчике что-то рисуешь то есть вот примерно так это все начиналось года три назад когда я вновь решил порисовать ну конечно рыбалка блокнот заполнен хаотически нет у меня привычки рисовать подряд то есть вот допустим разворот он вообще свежий это с натуры в момент ожидания электрички подписчики моего instagram канала могли видеть это буквально совсем недавно очень много почеркушек то есть этот блокнот у меня он такой немножко черновой и в нем я что-то чирикаю скажем так это прям такой реальный дудл дудл какие-то мыслишки наброски впечатления вот я занялся тай-дзи захотелось нарисовать одну из статических позиций это нарисовано таким очень смешным инструментом ручка которая позволяет заправлять себя различными чернилами а наконечник у нее как у нынче популярных маркеров браш ну такая кастрюлька тоже с натуры быстренько за ужином младшему очень не понравился почему-то этот рисунок очень не понравился тоже с натуры какие-то стеклянные вазочки для ароматических масел привезенный тысячи лет назад из египта ключики да вот так вот по черкушечном блокноте все и происходит крутишь его вертишь несчастный потом обзор делать неудобно но это что-то неудачное мне абсолютно не нравится господи так это все с натуры ребенок ходил в библиотеку заниматься шахматами а я как раз тогда начал плотненько зимой рисовать это я пытался разогнаться перед инктобером очень удачно разогнался потому что именно вот с этой картинке собственно говоря и решился весь инктобер рисовать в таком стиле гелевая белая ручка ну это вот оборотики которые обычно заклеиваются но здесь он почему-то остался эта серия быстрых набросков перевой ручкой которые у меня есть на youtube вы их все видели наверняка кто не видел можете посмотреть тоже перевая ручка наброски с натуры всяких мелких предметов собачки керамические неудачные гиацинты опять собачки каждая собачка уникальна был у меня такой период в 2015 когда я увлекшись одним японским методом ловли рыбы почему-то посчитал что надо бы выучить японский ну как бы каллиграфия японская и китайская вообще любая письменность в виде иероглифов очень конечно притягательно три месяца я занимался японским могу сказать что это вполне все реально за три месяца я выучил хирагану по-моему так она называется именно с таким дурацким ударением катакану не выучил выучил порядка 150 иероглифов основных корневых в общем это достаточно занимательно то есть за два-три месяца вполне осваивается простейшая грамматика и все кто когда-либо мечтал но думал что это невозможно я всячески рекомендую сейчас есть масса преподавателей недорогих там буквально от 500 рублей видео плюс комментарии и вы и вы реально продвигаетесь то есть вот это я написал сам здесь реальный смысл кстати сейчас я уже ни хрена не помню это печально потому что конечно же нужно этим заниматься регулярно но здесь что-то написано что был холодный весенний день и в общем-то улов был небольшой но тем не менее я доволен рыбалка была интересная хотя и трудная что-то типа того 2016 год да весна 2016 рекомендую ну и соответственно в блокноте очень много почеркушек на такие японские скажем так темы иероглифы зарисовки всяких мушек рыбок я прям черкал черкал я в тот момент учился и прям писал во всю дурь очень мне это нравилось какие-то попытки рисовать гелевая ручка черный это уже поздние зарисовки графику в момент тоже гелевая ручка на это тоже рыбки кистью кривитос опять какой-то рассказик с рыбалки с очередной причем здесь я прям помню вот это написано все справа налево оригинальное японское письмо но вот именно такое сверху вниз справа налево та весна не помню ну не помню прям по моему была холодная что-то такое я поймал 8 часа и маленьких рыбок на перевернутую мушку рыбалка была цурьева цурьева не помню не помню ну ладно не суть на самом деле мы сейчас рисование так что у нас дальше почеркушки почеркушки медузы медузы какой-то код смешной что за код почему-то код не знаю почему код почему-то нарисовал кота вот это была первая картинка в этом альбоме какое-то такое неуверенное что-то какое-то штрихование голодетское ну в общем с этого все началось и потом я начал потихонечку разгоняться 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 это все из головы это эскиз для выжигания на коробках рыболовных приманок опять же рыбки какой-то традиционный китайский или японский рыболов да это уже пошел 2018 год акварель деревая ручка чернила очень интересно ложится акварель на такие тонированные бумаги это микрокапиллярные ручки стабила 88 стабила point все их знают такие оранжевые микрофломастеры очень интересный материал при наложении штрихов различного цвета получаются такие весьма живописные штучки перьевая ручка гелевая ручка подложечки маркерами это я нарисовал инструмент для вязания мушек из перьев сюда зажимается крючок и происходит процесс демонстрация возможностей ручки дюк какая то небольшая зарисовочка еще к одному моему хобби в виде пения эпичная песня терских казаков это план план боевых действий с рыбалки я по памяти зарисовал участок реки где происходили некие события тоже весьма интересное занятие тоже одна из первых картинок вместе с малинкой по-моему даже вот это было первое ничего особенного такой старт жиденький ну это уже так называемый урбан скетчинг у меня на курской картинка набрала для моего инстаграм аккаунта достаточно много лайков почему я не понимаю не понимаю это одна из двух картинок которые там просто для меня результат непонятен что в ней такого наверное удачный тайминг удачный размещение это тоже с натуры маркерами вечером вот такие почеркушечки и пробы пера это рисунок кистью в виде ручки прозрачные чернила внезапно меня осенило рисовать акварелью попытался ну честно говоря конечно не знаю акварелист из меня посредственный но какие-то моменты мне даже самому понравились это прям похоже на что-то даже казалось правда не обошлось без доработки опять-таки линером ничего не могу с собой поделать все дорисовываю маркеры плюс микрокапиллярные ручки стабел опять-таки подобные зарисовки это примерно минут 10-15 не больше в этом их прелесть, свежесть ну это уже совсем относительно недавно просто какие-то, как мне показалось, удачные эскизы я вклеил сюда же это очень быстрая зарисовка это из головы а вот эту картинку оценил один японец он написал комментарий, который стоит многого он написал, что это Сибуи то есть тот самый японский параметр параметр, не параметр характеристика той самой красоты по-японски то есть нечто такое простое, естественное, природное недосказанное и это, конечно, прям было приятно бывают иногда такие вещи хотя нарисовано за буквально там, не знаю, сел там попробовать вообще я очень часто сожалею, что не рисую абы что потому что именно рисую абы что иногда получаются очень интересные вещи это я рисовал из окна, пробовал ручку но что-то у меня не пошло в общем, мне это не нравится это как эта пяка забавная штука мальчик написал вконтакте а вы не могли бы нарисовать и дальше перечисление чего я ради прикола согласился нарисовал, мальчик остался доволен ну, как бы ладно не сложно вот такие вещи получаются случайно то есть ты начинаешь рисовать вроде бы что-то и думаешь, ну что я, в конце концов, не продумав а потом начинается такое развитие сюжета уже в голове, в воображении и получаются весьма интересные штуки какие-то такие ракурсы освещение попытка, скажем так, рисовать круто как настоящий художник комиксов ну, но это здорово прям нужно продолжать я чувствую, что нельзя на этом останавливаться да позвонила одна очень хорошая подруга и попросила слушай, нарисуй меня как ты себе представляешь нарисовал понравилось ну и слава богу если можно говорить о богах такой цветной эксперимент на тему рыбалки еще бумажка в этом блокноте очень благодарная наверное, их здесь несколько различных но все они плотные а если и не плотные то очень стойкие то есть к промоканию она рыхлая но при этом маркер, допустим, держит ну здесь уже практически финал да, собственно говоря, это уже конец какие-то непонятные телефоны вот и все давайте я еще по-быстренькому пролистаю весь блокнот вообще такие вот боюсь этого слова скетчбуки они, конечно, очень эмоциональны ага, осталась страничка надо бы доделать очень эмоциональны потому что листая его потом ух ты, елки-палки вот это я пропустил к сожалению, с фотографии но я с нее недавно сделал копию потому что друг попросил ему это подарить в принципе, подарить удастся потому что здесь есть перфорация и очень... а, нет, к сожалению, нет придется вырывать подарочком иногда удивляюсь людям нравятся вещи очень такие... ну... спонтанные хоп может быть, поэтому и нравятся вот такие вот тут промокашечки спасибо вам, что посмотрели подписывайтесь на мой канал ставьте лайки надеюсь, буду радовать вас и впредь